Ваш идеал, женщины, спрашиваем у вас сегодня. И вот Светлана, наша постоянная зрительница из Ирбита, прислала, как всегда, свое стихотворное СМС. Так много терпим и за вас, мужчин, всегда быть идеальными хотим, чтобы налево не смотрел, домой не плелся, а летел. С годами поняла одно, чтобы мужик тебя любил, не выбивайтесь вы из сил, не наводите боевой раскрас, а выходите замуж за того, кто любит вас, кто делает предложение. Давай поженимся. Кстати, именно так называется команда КВН из Екатеринбурга. Ребята в клубе «Веселых и находчивых» уже не первый год, медленно, но верно пробираются, пробиваются в высшую лигу. 14 сентября они будут выступать в полуфинале первой лиги КВН, а сегодня они у нас в гостях. Представляю участников команды Сергей Романенко, Алиса Воробьева и Илья Смирнов. Привет, ребят, доброе утро. Доброе утро. Ну, мы знаем в КВН, что высшую лигу, премьер-лигу. Что такое первая лига? Насколько она значима? Первая лига, можно сказать, репетиция перед премьер, перед высшей. То есть все, кого вы видите на телевизии сегодня, они непременно через первую проходили. То есть там одно время она проходила в Минске, вел как раз Масляков, который младший, и, соответственно, редакторы работают те, которые работают с командами высшей и премьер-лигой. Ну, то есть это такой хороший, достойный результат, которым уже можно гордиться. Ну, да, да, да. Откуда появилось такое название «давай поженимся»? Это личное что-то, нет? Ну, очень мы намекаем ребятам, как можем. Но все к бестолку, мы уже не знаем, как назваться. Как давно вы играете в КВН? Ну, каждый по-разному. Я лет 7, по-моему, играю. Но вы говорите о том, что вы играете в КВН лет 7, это начиная с школы условно, да, где устраиваются? В вузы мы играли на миссфаке, но это можно не считать. По-нормальному мы играем года 3, наверное, утром. Ну, вот таким сосудом. А что значит «по-нормальному играем в КВН»? То есть что это такое? Это как работа? Даже хуже. Потому что нам не платят за это. И времени больше отмечает. Да, вообще, мы все почти время. И насколько часто вам приходится встречаться в течение недели, терпеть друг друга? Вымучивать какие-то тексты. Мы не расстаемся чаще. Мы даже живем неподалеку друг от друга. Да, мы специально засерединились. Специально даже. Ну, отлично. У нас есть фрагмент выступления вашей команды. Давайте посмотрим. Ух ты. Ребята, у вас с ходьбой нормально все? Можете шаг назад сделать? Девочка, ты кто? Игорь! Игорь! Почему у тебя мужское имя? Ну, папа сказал, идет. Имя? Нет, время от сына. Все, нет и нет. Итак, вы сами пишете шутки? К сожалению, да. Ну, да, сами. Сколько времени тратится на то, чтобы придумать там маленькое, короткое, пятиминутное буквально выступление? Ох, это много. Ну, если, ну, не... Ну, если прям сидеть, взять полностью там число, наверное, часов 12, если не вставать. Такое будет. Ну, такого не было. Да, не было. Ну, мы, в смысле, сидим там часа по три, но это долго. Пять минут это много, да, потому что вырезают еще редактора, то есть, если ты приносишь 10 минут, тебе оставляют две. Потом ты еще приносишь 10 минут, еще две, вот так. Откуда вы берете таких редакторов-то? Возьми редакторов, да, не такие. Как-то вы людей еще набираете в команду или вы определились, что вас будет пятеро и не человеком больше? Просто Витя очень хочет. Я тоже заинтересовалась. Ну, не знаю, если хотите, то вряд ли мы возьмем. У нас вакантом всегда место выходных персонажей. Да. Это что такое? Ну, вот у нас выходят там люди, допустим, пират у нас выходил, фокусник, адвокат. У нас мы набираем из других команд наших, областных, которые могут какие-то образы отыграть. То есть кто-то может полицейского, а лучше. Актеров просто. Да, да, да. Ну, именно КВНщиков. Хороших актеров КВНщиков с области, да. А сколько команд вообще в Екатеринбурге на данный момент существует? Ну, я понимаю, что давайте будем говорить все-таки не про школьники какие-то, да, такие любительские-любительские, но вот что-то уже с каким-то опытом, с багажом, те, о которых говорят, о которых знают. Четыре-пять вот так. Четыре-пять. Да, которые играют сейчас в официальных лигах, то есть не в городе. Их четыре, по-моему. А вообще вот вместе с вузовскими сколько? Ой, очень много. Их больше двадцати заточено, наверное. Это надо. А от чего зависит, вот пойдет команда из вуза дальше или нет? От спонсирования. Все-таки от спонсирования, да? От спонсирования во многом, да. Ну и, конечно же, состав от юмора, да. Как с юмором. На какую тему шутки чаще всего хорошо проходят? Актуально, скорее всего. Ну, мы вообще актуальны не конечно, что ли, на актуальную тему. Надо попробовать его. Да, надо попробовать. Ну, у многих смеются над ними. Надо читать какой-то ихний стиль, наверное. Новости какие-то, что ли? Ну, там Олимпиада прошла, все-таки вот, о, о, Олимпиада. Ну, если она прошла, это уже не актуально получается. Ну, если вот вчера. Чуть-чуть прошла. Вчера прошла. Ну, то есть, можно сегодня шутить про игру сборной России. Ой, это сейчас очень весело бы было. Актуальный, между прочим, повод. Может, вы научите нас вот на примере вот этой игры сборной России? Ну, давай не нас, давайте видео научим. Ну, давайте меня, хорошо, да. Что? Мы просто хотим узнать, да. Есть же определенные какие-то системы, техники написания шуток. Каким образом они рождаются? То есть, вы приходите, встречаетесь и сидите три часа. Ой, шутка не родилась, ну ладно, пойдем, пойдем. Нет, вы же все равно что-то придумываете. Ну, во многом мы вот недавно придумали, то есть, Илья, мы разговариваем, допустим, у нас в друг есть, Леха. Мы вот с него постоянно, часто придумываем. Он как чего-то ждет, мы все записали. У нас две миниатюры прям смешные есть, допустим, ему звонят проведи мероприятие он говорит я не в городе мы придумали миниатюру где спрашивает жена ко мне приедет моя мама поехали к моей маме он говорит типа я не могу почему я не в городе вот и как она и появилась как вообще придумываются то шутки то есть ну хорошо тут значит была история просто человеку кто-то позвонил а вообще вот в принципе не просто интересно мне всегда казалось что есть определенная технология по которой но они есть они есть но они допустим есть какой-то я не помню комик какой-то не наш англичанин он писал пусть не берешь два разных понятия допустим вот москва и пластмасса и делать шутку из-за этого допустим москва как пластмасса не резиновая запишите и итак у нас в студии были участник команды квн давай пожелимся выступление их можно будет увидеть 24 июня в 18.00 на малой арене дивса в рамках кубка квн студенческой программы активности но также 14 сентября на полуфинальных играх первой лиги квн мы сейчас прервемся на короткую рекламу после которой вернемся в нашу студию